МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите ярких впечатлений? Айда на дачу! Здесь вас ждет море садово-огородных открытий. Опору для плетистых растений. Теледачница со стажем Юлиана Овловцова уже знает не одну сотню дачных секретов. По вкусу определит сорт клубники и мастерски совместит отдых и работу. Сюда бы шизлонг, бассейнчик. И никакой курорт не нужен. А вот лишняя пара рук на даче всегда пригодится. На помощь спешит Николай Команцев. Я тут! А Юрий Овловцов, как и прежде, в кадре знатный дегустатор. За кадром настоящая ходящая энциклопедия. Циркумбриальный галактический вид. Включайтесь в дачный режим каждые выходные вместе с дачной командой. Весело, используй, проводите время. Всем здравствуйте! С вами программа «Дача» и я, Николай Команцев. Погода нынче стоят по-настоящему осенними, ну и, конечно, дел на любимых дачах огромное количество. Тут тебе и капуста требует внимания, и чесноку нужно уделить. Но всем этим мы, конечно же, сегодня займемся сразу же после того, как познакомим вас с новыми героями нашей программы и, конечно, новыми дачными советами. Приготовьтесь, мы начинаем! Сегодня на даче. Вот смотрите, мы покупаем торф в пакетах. У нас остается примерно 200 пакетов каждый год. Ну, зачем их выкидывать? Вот пришла такая идея, вот используй, добавил, все есть, вот и все растет. Агроэксперимент фермера из Любинского района Максима Матяса показал отличный результат. Сегодня узнаем еще один способ получения раннего урожая овощей. Аэрацию газона на зиму особо не рекомендую, потому что лучше проводить это в летний период, рано весной. Ну, аэрацию проводят на тех газонах, которые уже три года газон, ну, от двух лет и выше. То есть молоденьких? Да, молодых газонах аэрацию проводить необязательно. Об особенностях ухода за газоном программа «Дача» рассказывала не раз. Правда, дело это было весной и летом. А теперь пришло время узнать, как подготовить красивый зеленый ковер к зиме. Подробности от газонных делмастера Анатолия Толкачева. Ух ты, какой красавчик! Это он? Да, это багряник японский. Одно из любимейших моих деревьев. Чем же он так вам приглянулся? Ну, он красавец. Посмотрите осенью, насколько он прекрасен окраской листьев. Специалист по растениям Ольга Орловская может часами рассказывать об особенностях выращивания декоративных деревьев. На этот раз задача сложнее. Составим топ-3 деревьев, рекомендованных посадке на маленьких дачных участках. Согласитесь, ухоженный сад – это лучшее украшение дачного участка. И даже если придомовая территория невелика, все равно можно найти место для высадки нескольких декоративных деревьев. На каких остановить свой выбор? С таким вопросом наша команда отправилась в гости к Ольге Орловской в питомник «Красный клён». Много вариантов, честно вам скажу. Ну вот мы стоим как раз-таки возле одного из них. Это ирга канадская, дерево среднего порядка, в пределах 3-4 метров, как правило, многоствольное. И эта особенность разделила белорусских дачников на два лагеря. Одни утверждают, что ирга – это куст. Другие не устают приводить доводы, что гости из Северной Америки все-таки дерево. У нашего эксперта на этот счет свое мнение. По размерам она все-таки, мы ее отнесем к деревьям. Да, из-за того, что это многоствольное дерево, очень часто ее называют кустарником. Но это не имеет значения, как вы ее назовете. Хорошо, дерево, договорились. Особенность этого дерева и, ну, так скажем, на 6 соток мы можем? Да, ну, конечно. Оно может выполнять функцию какого-то акцентного растения. Акцентными растениями считаются те, которые привлекают к себе внимание на участке. В список растений акцентов попадают растения с яркой листвой, дерево с необычной кроной, красиво и обильно цветущий куст. В нашем случае ирга справится с этой ролью на 100%. И вот почему. Да, будет органично. Это дерево не очень большое. Плюс ирга дерево пластичное. Его можно обрезать и нужно обрезать. Очень часто из него формируют такую вот зонтичную форму, красивую, оголяя нижние ветки. Поэтому да, конечно. Еще пара плюсов. Ирга канадская красиво цветет, у нее вкусные полезные ягоды, которые содержат все основные витамины и большое количество ценных микроэлементов. И за ней несложно ухаживать. Вот смотрите, здесь очень хорошо видно, вот эта ветка растет внутрь куста и мешает вот этому стволу. Они трутся друг от друга, поэтому такую веточку желательно удалить. Либо вот эту ветку, которая... Она тоже вовнутрь. Да. И мы ее срезаем, как говорится, на кольцо, то есть близко к стволу. Ну вот. Ну и я так понимаю, осенью такими процедурами заниматься нельзя? Или... Нет, почему? Можно. Обрезку санитарную можно делать осенью, можно делать весной. А формирующую обрезку удобнее делать летом, по молодым приростам. Кроме Иргии, Ольга рекомендует владельцам небольших участков присмотреться к багрянникам. Ух ты, какой красавчик! Это он? Да, это багряник японский. Одно из любимейших моих деревьев. Чем он так вам приглянулся? Ну, он красавец. Посмотрите, осенью насколько он прекрасен окраской листьев. Летом лист небольшой, похож на монетку. И листик очень подвижный, то есть достаточно легкого дуновения ветерка. Оживает. Да, дерево оживает, и это очень красиво. Багряник японский, родом из Восточной Азии. В Японии достигает высоту 30 метров, в Белоруссии максимум до 7 метров. Основное преимущество багряника – листва, которые меняют окраску в зависимости от времени года. Вот к зиме нужно как-то его подготовить? В принципе, нет каких-то особых мероприятий он не требует. Если у вас уже это дерево достаточно взрослое, если это маленький саженец, и первый год посадки, его можно укрыть на первую зиму. При посадке дерева на своем участке, помните, багряник любит солнышко. Оно делает его листу яркой и выразительной. А еще осенью, когда листья меняют цвет, багряник японский начинает пахнуть. В Германии за эту особенность его называют пряничным деревом. Пока я с Ольгой обсуждал особенности багряника японского, Юрий Овласов в питомнике с декоративными деревьями умудрился найти нечто удивительное. Ольга, вот такого дерева я не видел. Это что? Вроде бы яблочки. Да, совершенно верно, это яблочки, только это декоративная яблоня. Яблоня декоративная Red Sentinel. Средняя высота деревьев 4-5 метров, диаметр кроны до 4 метров. Хорошая морозостойкость выдерживает до минус 29 градусов. Сорт устойчив к различным грибковым инфекциям. Что касается кулинарной ценности, то по оценкам нашего штатного дегустатора Юрия, эти яблочки больше годятся для приготовления джемов и конфитюров. Без сахара уж очень они кислые. А вот в декоративном плане яблоня великолепна. Ну вот по количеству яблочек я представляю, как она весной цвела. Да, это, как правило, очень обильное цветение, за что, собственно, ее и любят. За то, что дерево просто усыпано цветами. Ну а зимой, когда здесь будет лежать снег, вот эти яблочки, они останутся наверх. Да, они сохраняются достаточно долго на дереве, даже после листопада, зимой. Их любят птицы. То есть такая своеобразная природная кормушка. Да. Ну а для дачников яблоня Red Sentinel станет отличным украшением участка. Ведь, по мнению ландшафтных дизайнеров и садоводов, данный сорт считается самым красивым из всех декоративных яблонь. Сейчас у нас реклама, а после узнаем о необычном агроэксперименте в Любинском районе. Смотрите после рекламы в программе «Дача». Аэрацию газона на зиму особо не рекомендую, потому что лучше проводить это в летний период, рано весной. Но аэрацию проводят на тех газонах, которые уже три года газон, ну от двух лет и выше. То есть молоденьких? Да, молодых о зонах аэрацию проводить не обязательно. Когда мы начинаем мониторить выход головы клеща. Кстати, он обычно связан именно с мягкой зимой, как у нас было в этот раз. Соответственно, когда у нас мае, только распускаются листочки, только вот конус нарастание распускается, мы смотрим, уже могут быть проявления вот таких вот пупырочек. Ну вот так, если совсем по-простому, вот такие пупырышки. Продолжаем познавательное общение. Ряды нашего дачного телесообщества расширяются, а свидетельством этого служат ваши письма с вопросами, которые приходят на электронную почту программы «Дача». Какой смысл выращивания в теплицах овощей в емкостях с грунтом? Что в них хорошо растет и что лучше – бутыли или пакеты? На этот вопрос может ответить фермер из Любинского района Максим Матиас, который проводит эксперименты с контейнерным выращиванием овощей в теплице. Мы любим всегда экспериментировать. Это наш эксперимент второй год продолжается. Первый год мы возделывали в 19-литровых бутылках и пару пакетов. Убедились, что, во-первых, корневая система не любит свет. Бутылки были все прозрачные, поэтому она с краев почернела. Огурец начал быстро желтеть. В итоге он в бутылке просидел только полтора месяца. В пакетах он до самой глубокой осени. Вот интересно, а какой грунт должен быть для нормального роста растений? В пакетах у нас примерно по 60-80 кг грунта общего. Мы его приготовляем так. Одну третью часть обычной огородной земли, одну третью часть торфа и одну третью часть перегноя. Все это смешиваем на бетономешалке аккуратно и закидываем в этот пакет. И высаживаем сюда готовую рассаду. В эти пакеты мы высаживали 17-дневную рассаду. Высадили мы сюда их 30 марта. 30 апреля мы уже кушали огурцы. И вот теперь посмотрите уже сколько сборов огурцы есть без никаких проблем. Итак, смысл контейнерного выращивания овощей в теплицах – получение раннего урожая. И речь, конечно, идет не только об огурцах. Например, о картофеле тоже. И, кстати, выращивая овощи в пакетах, фермер рационально использует вторичное сырье. Вот смотрите, мы покупаем торф в пакетах. У нас остается примерно 200 пакетов каждый год. Ну, зачем их выкидывать? Вот пришла такая идея, вот используй, добавил, все есть. Вот и все растет. Помогите с выбором сорта клубники для открытой грядки. Мне советуют сорт «Альба». Может, у кого-то уже есть опыт? Клубнику сорта «Альба» очень ценит дачница из Луцкого района Тамара Врублевская. Это самый ультраранний сорт. Еще мало у кого есть, а у нас уже есть клубничка. Изначально мы загорелись желанием и посадили в эту маленькую тепличку, тут на две сотки. Мы посадили в теплицу, сделали капельный полив, все было очень прекрасно. Но в теплице, я хочу сказать, может быть, у нас опыта мало было. И небольшой урожай. Видите, тут вот намного больше клубники. А там было на кустике 7-8 штук. Для теплицы это мало. И мы ее тогда с теплицы высадили вот сюда на улицу. Укрыли под пленочку, сделали дырочки, посадили клубничку, укрыли соломой, чтобы не росло зелье. Ну и вот радуемся урожаю. «Альба» – сорт итальянской селекции. Очень раннего срока созревания. У Тамары в Рублевской на даче клубника растет в защищенном от ветров месте, на солнце. Хорошо себя чувствует и отлично оплодоносит. А еще выглядят клубнички «Альбы» как на картинке. Клубничка объедения. Воскресенье, 27 октября. Время для заготовки фруктов. Влага уже ушла из плодов, и сушка станет наиболее эффективным методом их сохранения. 28 октября – понедельник. День хорош для культивации. Это улучшит структуру почвы, что в будущем приведет к повышению урожайности. 29 октября. Не планируйте до сегодня какие-либо серьезные работы на участке. Лучше займитесь домашними делами. Среда, 30 октября. В этот день рекомендуется высаживать только клубневое, луковичное растение и корнеплоды. 31 октября. Отправляемся в теплицы. Вносим удобрения, поливаем и рыхлим почву. 1 ноября – пятница. Не лучшее время для работ в саду и огороде. Посвятите день отдыху. В субботу и 2 ноября на растущую луну подкормите почву органическими удобрениями. Это поможет развитию корневой системы. Вы посмотрите, какой красивый газон. Мягкий, упругий. Но, знаете, хороший газон – это ой, как непросто. Если вы хотите, чтобы он вас радовал ярким таким цветом и пружинил, то нужно поработать. Что нужно учитывать? Об этом сегодня и поговорим. Об особенностях ухода за газоном программа «Дача» рассказывала не раз. Правда, дело было это весной и летом. Тогда мы выяснили и как подготовить основания для зеленого полотна, и особенности полива, и какой оптимальной высоты должен быть газон. Да, это все важно. Но на этот раз наша команда решила разобраться, как правильно подготовить газон к зиме. За консультацией мы отправились в Минск «Зеленстрой» к Анатолию Толкачеву. Он вырастил не один десяток гектаров этого красивого зеленого покрытия. Анатолий Михайлович, зима близко. Как нужно подготовить газон? Либо ничего не нужно делать? Нет. В зиме газон обязательно готовится. В конце августа, начале сентября уже азотное удобрение нельзя вносить. В сентябрь месяц вносится фосфорное калийное удобрение для перезимовки. И ведется подкашивание до тех пор, пока за 10-15 дней прогноз узнавать, заморозки становятся, то газон нужно оставить в состоянии от 4 до 5 сантиметров с кошетом. Уважаемые дачники, давайте еще раз проговорим. Высота газона на зиму 5 сантиметров, максимум 6, не более. В противном случае на вашем красивом зеленом ковре появится плесень, которое с большой долей вероятности его погубит. Анатолий Михайлович, а аэрацию газона надо на зиму проводить? Аэрацию газона на зиму особо не рекомендую, потому что лучше проводить это в летний период, рано весной. Потому что потом, когда проводят аэрацию, растения будут подконки, полив делать, и оно будет лучше всего усваиваться. Но аэрацию проводят на тех газонах, которые уже 3 года газон, ну, от 2 лет и выше. То есть молоденьких? Да, молодых газонах аэрацию проводить не обязательно. А вот что еще нужно непременно сделать осенью, это убрать с газона опавшие листья. Ведь они могут сформировать своеобразное толстое одеяло, что нарушит доступ воздуха к корням. И это создаст парниковый эффект на поверхности газона. Анатолий Михайлович, а газон, он болеет? Ну, в летний период иногда появляются болезни. Бурая ржавчина, пернаспороз, это вот такие вот на листочках пятнышки. Бурая ржавчина не повреждает газон, но портит его вид. Поэтому начинать борьбу лучше еще до ее появления. В этом случае и в случае пернаспороза, она же мучнистая роса, траву на стриженной лужайке нужно обработать фунгицидом, что касается полива газона. Полив производить обычно водой, которая берется со скважины. Или с колодца. Ну, нежелательно, чтобы содержала хлора. При поливе газона водой из скважины или колодца нужно учитывать ее температуру. Она должна быть не ниже плюс 10 градусов по Цельсию. В противном случае трава перестает усваивать полезные вещества из почвы. Ну и, конечно, не стоит забывать, что поливать газон осенью нужно раз в неделю. Но при условии, что земля сухая. В октябре полив практически заканчивается. А вот реставрацией зеленого полотна на участке лучше всего заниматься в сентябре, когда еще тепло и солнышко мягко греет. Анатолий Ткачев даже поделился своим секретным составом семян. 40% румятрик, 40% райграз пастбищный и 20% овсяница красная. И если смесь трехкомпонентная, то она лучше себя чувствует в дальнейшем, в следующие годы. Как бы она, если какой-то травостой, ну, трава самая, выпадет трава, то две другие останутся в любом случае. Ну вот, теперь на пару-тройку вопросов по подготовке газона к зиме точно стало меньше. И уже весной вас снова будет радовать лужайка с плотной и пышной травой. Смотрите после рекламы в программе «Дача». Ну, как сказать, он не то что умирает. Видите, тут есть зеленая часть. Она будет работать дальше как аппарат для фотосинтеза. Поэтому такой прям нужды все это прям оторвать. То есть главное это сделать вот эту обработку по нормам. Вот. Ну и повторно посмотреть, чтобы не было выживших. Да. И там уже биологическими препаратами можно работать, типа фитоверма. И потом получаем вот такие классные. Да. Усыпанные. То есть на грушу сильно это не влияет. Опять же таки, если мы успели это сделать в обработке, потому что эта вся груша была усыпана вот такими желтыми прекрасными плодами. Пойдемте. Сейчас предлагаю вернуться в теплый сентябрь и продолжить знакомство с настоящим французским огородом в белорусской деревеньке Скоропогатовщина. Здесь во владениях Олеси и Якова Короткевича самая настоящая урожайная эстетика. Слушайте, ну если персик мы уже не сможем попробовать на шпалере, но я вижу у вас прекрасные выросли груши. Расскажите, пожалуйста, сколько им лет и что нужно было сделать для того, чтобы вот такие классные получились плоды. Ну смотрите, это уже трехъярусная шпалера у нас. Ну это понятно. То есть раз, два, три. Да, да. То есть в отличие от одноярусной, то есть в самом названии заложена разница, трехъярусная шпалера с грушами, одноярусную с грушами будет проблематично, потому что высокая сила роста у этой культуры, соответственно, не издеваемся ни над собой, ни над деревом. Вот, выращиваем, если мы говорим о грушах, то от трехъярусов и больше, там может и четыре, и пять. Хорошая проветримость – первый плюс выращивания плодовых культур на шпалерах. И вы не поверите, так плоды гораздо крупнее. Еще вот как раз хочу вам показать уникальный сорт. Я бы сказала так, если бы у меня спросили, какой сорт вы бы порекомендовали выращивать... Вы прям-таки вот мой вопрос забрали. Какой сорт вы бы порекомендовали дачникам? Смотрите, это идеальный сорт, он устойчивый, груши просто вкусный. Я вам даже дам попробовать. Мой. Это, смотрите, это память Яковлева. Давайте как раз посмотрим. Я так понимаю, эта груша специально ждала нас. На самом деле, это несколько плодов, они вот прям вас дожидались, потому что эта груша была вся усыпана плодами. Это просто было дерево в желтом, просто в таких игрушках. У нас прямо называли, кто к нам приезжал. Это вообще просто какое-то праздничное дерево. Все в игрушках таких вот желтых. Слушайте, ну вот груша, она действительно как солнышко светится. Да, вот видите, есть тут даже покрупнее, можете еще вот взять. И оно было вот в таких крупных, на самом деле, грушах. Это то, что вот вас из последних сил дождалось. Груша память Яковлева стала популярной благодаря своей выносливости при разных погодных условиях и вкусовым качествам плодов. Хорошо переносит морозы, хуже засуху. Поэтому в сухую и жаркую погоду нужно поливать. Память Яковлева должна иметь хороший иммунитет к болезням. Но неприятности иногда случаются со всеми. Ой, Олесь, скажите, пожалуйста, а вот это что это за бяка? На листьях, да? Угу. Смотрите, если дачники уже научились определять, как выглядит ржавчина на листьях груши, то вот, например, с такими пятнами у людей сразу случается паника. Что это такое? Так вот, это на листьях проявление галового клеща. Когда мы начинаем мониторить выход галового клеща. Кстати, он обычно связан именно с мягкой зимой, как у нас было в этот раз. Соответственно, когда у нас маи, только распускаются листочки, и только вот конус нарастания распускается, мы смотрим, уже могут быть проявления вот таких вот пупырочек. Ну, вот так, если совсем по-простому, вот такие пупырышки. Это самки галового клеща активизировались. И, соответственно, к сожалению, как бороться с этим, да, вопрос? Ну, я бы просто, наверное, взял бы, листочек обобрал. Нет, так не стоит, потому что это у нас аппарат для фотосинтеза, если мы это рвём. Да, дерево очень сильно расстроится. В мае, когда температура всё ещё низкая, нужно обработать дерево системным препаратом с акарицидными свойствами. Акарицидное означает, что препарат уничтожает клещей на всех стадиях развития. Но дерево нужно внимательно осмотреть ещё и летом. То есть, когда мы с вами в мае обработали... В мае обработали, ещё и в июле надо прийти посмотреть. В июле мы мониторим, то есть не появились ли новые вот такие зелёненькие светлые пупырки. Смотрите, после вот этих пупырок, да, остаются вот такие чёрные пятна некротические. Ну, то есть, это листочек умирает? Ну, как сказать, он не то, что умирает. Видите, тут есть зелёная часть. Она будет работать дальше, как аппарат для фотосинтеза. Поэтому такой прям нужды всё это прям оторвать. То есть, главное, это сделать вот эту обработку по нормам. Вот. Ну, и повторно посмотреть, чтобы не было выживших. Да, и там уже биологическими препаратами можно работать, типа фитоверма. И потом получаем вот такие классные груши. Да, усыпанные. То есть, на грушу сильно это не влияет. Опять же, если мы успели это сделать обработки, то, что эта вся груша была усыпана вот такими жёлтыми прекрасными плодами. Пойдёмте. Ммм. Галловый клещ микроскопического размера и невооружённым взглядом неразличим. Но это серьёзная угроза для растений. Кроме груши может повредить яблоню, рябину, боярышник. Заметьте, что в патаже есть и малые архитектурные формы. Это опоры для кустов и цветов, которые органично вписываются в пейзаж. Это, во-первых, красиво и практично. И особенно зимой она создаёт высоту в саду. Но я ещё обращаю внимание на то, что вы не обрабатываете никакой краской, антиржавчиной и так далее. Да, она там просто так нравится. Натуральное всё, ржавчино покрытие. Но оно очень органично. Это натуральное, это натуральное. Красиво. Если подвести итог, то патаже – это способ найти баланс между едой и красотой. Все хотят питаться органическими овощами, но никто не хочет. Бабушкин огород грядками, уходящие за горизонт. Поэтому французский огород на белорусской даче – отличный вариант. Ну, ребят, я вам хочу сказать, что у вас просто получилось вот это вот организовать в одном месте и красоту, и еду. Спасибо. Спасибо большое за экскурсию. Идёмте. Каждый день мы наблюдаем, как природа потихоньку готовится к зиме. Вот листики желтеют, скоро падут, а птички уже улетают на юг. Но настоящего дачника это же не останавливает, правильно? Потому что нужно готовить свои любимые сотки к зиме, ну и к новому сезону. Всем этим мы займёмся уже через неделю. Встречаемся в следующую субботу. И, конечно же, будем узнавать новые интересные дачные истории.